Когда я приехал в Москву, это был 1961 год, и как раз я вдруг столкнулся, я был вполне себе провинциально еще, и вдруг здесь столкнулся уже на курсе, на своем, что ребята весьма критично говорят о правительстве, а тогда были какие-то совещания на Ленинских горах, встречи с интеллигенцией, потом я стал сам очень таким радикальным, уже к концу обучения вполне все радикальным, потому что не было, мне кажется, кухни, ну по крайней мере интеллигентной кухни, интеллигенции в широком смысле этого слова, это и учителя, и врачи, я уж не говорю творческой интеллигенции, где бы ни обсуждалась идиотская политика нашего правительства, нашей страны и так далее, потом, это начался период 60-х годов, конец, это был период, значит, столетие Ленина наступало, и столетие Ленина вызвало тоже очень большую волну уже очень фальшивых, но с другой стороны и достойных, и песни там, и концерты были, значит, и все это сооружало та же самая творческая интеллигенция, которая на кухнях говорила противоположно, но правда тогда еще Ленина не трогали, но Сталина уже просто мордовали, ну и все, конечно, каждый вечер слушали «Голос Америки», «Немецкую волну», «Би-Би-Си», все слушали, все цитировали наутро, друг другу говорили, а он сказал, я пропустил это, он сказал это, да все слушали, и поэтому мы все выросли уже под очень серьезным обаянием справедливости, справедливости, которая идет оттуда. Один из очень полезных уроков, который преподала нам, преподала перестроечное время и, скажем, постперестроечное, вот нынешнее время, это что мы, наконец, стали различать Запад как реальность, а не как вот эту сказку, которую нам она нарисовалась в 60-е и 70-е годы, в 80-е тоже, значит, мы, наконец, разглядели их, кто они такие и как они с нами разговаривают и на каком месте они нас держат, так далее. Это очень полезно. Годы перестроечные, я в 93-м году, боже мой, в 93-м какая была постыдная ситуация, когда собрал представителей интеллигенции в Бетховенском зале, был такой эпизод, собрал в Большом театре, в Бетховенском зале, посоветоваться, что делать, и замечательно, интеллигенция, там основном творческая была, которая, да давите вы их, да что вы с ними, да они ничего не понимают, из автоматов их, из пушек, и как хотите, не жалейте вы их, это кричали, именно представители интеллигенции. Из зала, после чего он понял, что можно стрелять по Белому дому. Сколько я разочарования пережил, приближаясь к 90-му, 91-му, с появлением Ельцина на арене, когда нас начали ставить перед выбором, это, причем ставили именно не чекисты, а интеллигенции, рукопожатлены ты или нет? Да ты что, за Рыбащева что ли? Ну это ужасно, ужасно. Очень трудно было найти единомышленников, но они нашлись, нашлись. Мы стали разговаривать с Кареном Шахназаровым, и у нас совпадало почти все с Сашей Бородянским, и еще 2-3 человека, с которыми, господи, хоть я не один, думал я, что это очень тяжело, должен вам сказать, преодолеть это подавляющее большинство. Что? Что? Я же один, что ли, это вижу, что это идиотизм? Тот же Ельцин, что это бред какой-то. Нет? Один. Не очарован нашей творческой интеллигенцией. Я в ней давно существую. Я знаю, что это за публика, насколько она эгоистична и безответственно относится к жизни. И без управления ими не получится. Государство должно держать руку на пульсе.